Поехали. Следующий. Недолго думая о кленовые листики, да, просили там кленовые листики, давайте разберемся с кленовыми листиками. С кленовыми листиками все вообще просто. Есть у меня целая серия типсиков по поводу кленовых листиков, я вам сейчас покажу, вы мне спросите, Даша, где типсики, а где кленовые листики, собственно говоря, да, вот, вот сейчас мы с вами разберемся, как же будет создаваться дизайн. Немножечко стекает по бокам цвет, давайте мы его сделаем тоньше и в два слоя, а то он собирается по бокам, мне не нравится так, сейчас типса будет оплывшая вся. Давайте мы подсушим этот слой, а я вам покажу пока типсики. Смотрите, есть у меня вот такая вот серия типсиков, это из летнего курсика, я как раз собиралась вам вот в таком плане показать какие-нибудь листики, почему бы они не были кленовыми. То есть, как мы делаем? Здесь в чем, собственно говоря, смысл всего происходящего? У нас есть какой-то фон, на котором в шахматном порядке нарисован какой-то элемент. Мы можем взять какой-нибудь фон и в шахматном порядке на него нарисовать кленовый листик, правильно? Правильно, у нас получится осенний дизайн, окей, был летний, станет осенний. Ничего сложного совершенно в этом нет. Откуда вот эта вот идея с шахматным расположением? Опять же, это принт ткани. Обычно вот ткани у нас принтуются именно таким образом, что у нас есть какая-то основа на ткани, какой-нибудь фон напечатанный, и потом в шахматном порядке на этом фоне раскиданы какие-либо элементы. Эти элементы, этими элементами может быть все, что угодно. Кленовые листики, просто листики, смайлики, лайки, сердечки, цветочки, то есть все, что угодно. Еще один из тех дизайнов, которые сделаешь и никогда не ошибешься, да? То есть, берем, красим цвет, какой-нибудь цвет, берем какой-нибудь элемент, располагаем его на нашем типсике в шахматном порядке, получаем дизайн. Розочки, ромашечки, пятилистнички, все, что угодно. На самом деле, домашним заданием к своему уроку я бы хотела, чтобы вы, основываясь на вот этих вот вариантах, которые я вам предлагаю, сделали какие-то несколько своих образцов. То есть, не повторяли за мной, а придумали что-то свое, потому что я всегда стараюсь и всегда хочу, чтобы мастера максимально развивали свою фантазию, чтобы это было максимально полезно именно для вас. Потому что повторить за преподавателем может кто угодно. А вот придумать что-то свое и постараться придумать что-то свое и посидеть, потратить на это время, это уже далеко не все делают. Вот я бы хотела, чтобы вы взяли и вот хотя бы один из тех вариантов, которые я сейчас вам натарахтела и о которых я уже, конечно же, забыла, вы взяли и нарисовали. А еще лучше придумали бы какой-нибудь свой вариантик. Я же тем временем смешала красочку из оранжевого, белого и немножечко зеленого цвета. И будем делать задний фон для моих будущих листиков. Листики у нас будут желтенькие, поэтому задний фон у нас будет вот такой вот, непонятно какой, собственно говоря. Оттенок получился, ну, прямо скажем так себе. Надо в него чего-нибудь будет добавлять. Сейчас возьмем, добавим еще немножечко коричневых пятен. Опять же стараемся соблюдать какую-нибудь последовательность, да, то есть располагаем в каком-то более-менее порядке. Подсушиваем. И чтобы цвет смотрелся не так, ну, неинтересный оттенок получился, давайте мы его добавим красным в серединку. Опять же сделаем сложные такие пятнышки. Очень люблю, кстати, всякие разные пятнышки. Мне очень нравится, как смотрятся всякие разные горошки, полоски, пятнышки, леопарды. То есть все, что угодно, все можно сделать вот такое вот пятнистое. Подсушиваем. Опять же, это у нас будет задним планом. Где моя лампа включается? Вот она, она. Дальше наша задача разобраться с кленовым листиком. Что такое кленовый листик? В первую очередь, это форма. В данном случае будем делать кленовые листики через белый подмалевок, для того, чтобы потом их просто разукрасить. Поворачиваем для себя листик и делаем ему основу. Кленовый листик у нас всегда имеет точку сборки. Да, то есть вот он, вот отсюда пойдет хвостик листика, откуда он растет. У нас есть один самый длинный жгутик, здесь два жгутика покороче и здесь два жгутика еще покороче. Теперь начинаем это все наполнять. Делаем уплотнение в верхней части нашего жгутика и соединяем нижней части нашего жгутика. И вот, собственно говоря, получился у нас кленовый листик. Хвостик мы потом ему нарисуем более тонкой кисточкой. Понятно? Точно так же, вот в этом месте, рисуем себе такую же заготовочку. Стараемся максимально повторить, чтобы они у нас были максимально идентичные. Да, вот наша задача прям под копирку, копипаст сделать. Сделать максимально одинаковые по форме листики. Есть. Вот тут у нас будет кусочек листика выглядывать. Обязательно делаем вот эти вот кусочки, которые показывают у нас продолжение нашего дизайна. Ну, потому что дизайн, который в шахматном порядке находится, он не может закончиться в пределах типса. Он продолжается где-то еще вот здесь. Да, логично он продолжается. А здесь, поскольку у нас листья все вверх растут, то здесь у нас будет где-то попка листика. То есть, вот тут у нас будет попка листика. И вот тут вот у нас будет попка листика. Вот так вот накидали для себя листиков. Понятно, как рисовать кленовые листья? Есть еще вопросы по поводу рисования листов? Или все понятно? Разобрались? Главная форма листа. Все остальное, это уже приложится. Так, берем еще желтенького себе на палитрочку, оранжевого. Сейчас будем все это разукрашивать. Понятно? Так, комментарии, 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 комментарии. Ой, я вышла из эфира. Комментариев нету. Да что такое? Чего он выходит? Девочки, есть вопросы? Пока я вас читаю, быстренько вопросы мне. Пока я вижу вас в прямом эфире. Есть какие-нибудь вопросы? Пока все там сушится у нас. А то я как обычно. Я люблю выйти на тарахтеть сама себе. Тут кучу, 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 кучу информации. Сама не понимаю, что я тут рассказала. Вот. А потом быстренько уйти и все. Так, Татьяна Шахидова отправила на участие в прямом эфире. Я не знаю, кто вы, поэтому нет. Так, ну, в принципе, я так понимаю, по поводу листиков понятно. Будем, будем считать, что понятно. Теперь мы эти листики разукрашиваем. Берем гель-лаки. Очень маленькими количествами. Буквально совсем немножечко на краюши кисточки. Видите, я взяла немножечко желтенького. Совсем чуть-чуть. Добавляем во все листики немножечко желтенького. Совсем чуточку, девочки, совсем кончиком кисточки работаем. Материала у нас совсем-совсем немножечко. Теперь берем немножечко оранжевого. Оранжевый я что-то себе не выложила. Так, берем немножечко оранжевого. Так, а мне еще, мне бы еще кто-нибудь посмотрел, сколько времени мы в эфире провели уже. Потому что я не знаю, я плохо ориентируюсь по времени, чтобы я вовремя закончила эфир, чтобы его можно было сохранить. Ну, я думаю, вот этот вот дизайн, думаю, еще один. И как раз можно будет сохраняться. Да, девочки? Кто-нибудь, помогите мне, пожалуйста, последите за временем, сколько времени идет прямой эфир, чтобы я ничего не испортила, чтобы я его сохранила и для вас выгрузила. А то говорят, что после часа эфира Инстаграм вылетает и не сохраняет. Это будет прям обидненько. Так, добавляем красненького. Пока наносим чисто пятнышки, потом будем их немножечко между собой стушевывать. Ну, и в принципе, можем чуть-чуть вот такой вот растушевочкой заполнить наши листики. Они у нас будут пятнистые. Они у нас будут вот такие вот интересные. Переходы оттенков. Вот тут вот надо поработать над таким более-менее приличным градиентом. Что-нибудь такое прилично выглядящее нарисовать. Хотя мы будем добавлять прорисовку, и она тоже частично скрасит все это, спрячет. Добавим в самую-самую серединку еще коричневого цвета жилки наши, подчеркнем. Совсем тоже немножечко. Видите, он такой вот полупрозрачный коричневый. Этого будет достаточно для того, чтобы просто намекнуть о том, что там в листиках у нас складочки. Не надо делать это сильно грубо, не надо делать это черным цветом, не надо делать это каким-то сильно темным цветом. Этого вполне достаточно для того, чтобы просто намекнуть. Просушиваем и перекроем опять же матовым цветом. И перейдем к прорисовочке. Ну, вроде ничего так на экране выглядит. Симпатичненько. Так, пока сушится, я могу почитать ваши комментарии. Я вас читаю, пока сушится у меня дизайн в лампе. Перекрываем финишным покрытием. Используем матовый ток, потому что, опять же, прорисовка, которую мы будем потом выполнять, у нас будет глянцевой. Будет поблескивать на матовом покрытии. Просушиваем. И прорисуем. Зрителей немного. А что тут так немного зрителей? Новенький марафон, еще все про него не знают, поэтому зрителей не очень много. Давайте знакомиться, девочки, поближе. Вы откуда? Давайте с вами пообщаемся. Пока сушится палец в лампе, давайте с вами хоть пообщаемся, хоть на какие-нибудь темы, чтобы было о чем поговорить. Так, прорисовываем. Берем красочку без остаточной липкости и прорисовываем наши листики тоненькими-тоненькими линиями. Здесь уже следим за тонкостью линий. Этот дизайн уже не такой простой, как кажется. Здесь нужна тонкая прорисовочка. Здесь нужна постановка руки на тонкую линию. Здесь нужно понимать, как рисовать тонкую линию. И чем тоньше будут ваши линии, тем интереснее и симпатичнее получится готовый вариант дизайна. Делаем хвостик нашему листочку. Вот так вот, наверное, его завернем. Сюда. Здесь мы помним, что у нас здесь попа листа, поэтому у нас нужен хвостик. Хвостик мы решили делать вот такой вот завернутый. Значит, он будет везде такой завернутый. Вот здесь у нас части наших листочков. Их тоже нужно прорисовать. Не бросаем. Если мы уже сделали принт, то у нас должен быть принт полностью везде. Он должен быть у нас повторяющимся. Каждый элемент мы должны прорисовать. Вот в этом еще один подводный камень этого дизайна. Казалось бы, он довольно прост в подмалевке, да? Но потом вот эта вот прорисовка занимает довольно-таки много времени. Потому что все элементы, и чем больше элементов вы здесь нарисуете, тем, соответственно, больше элементов вам нужно будет прорисовать. Добавим еще немножечко точечек по поверхности. Вот этот вот элементик я как раз потеряла, нашла. И теперь для того, чтобы окончательно освежить дизайн и сделать его окончательно нарисованным, осталось добавить совсем немножечко белых бликов. Совсем чу-чуточку. Нарисовали, набросали, накидали. Тяп-ляп, пятна сделали, прорисовали, дизайн получился. Все просто. И берем белую красочку и белой красочкой по внутренней стороне наших листиков добавляем немножечко бликов для того, чтобы подчеркнуть движение. Это добавляет светотеней в дизайн. Это освежает. И становится более интересным. Белая красочка всегда дорабатывает любую работу. Если кому-то хочется, можно еще в серединке цветочков нарисовать более темные прожилки. Но мне почему-то не хочется. Темных прожилок точно не хочется. Давайте попробуем, может быть, белых прожилок сюда добавить. Вот белые прожилки, в принципе, вроде бы и ничего так смотрятся. Вроде бы даже симпатично. Ну, вот, значит, белые прожилки мы здесь и оставим. Из одной точечки вытягиваем тонюсенькие прожилочки. И у нас получаются жилки нашего листочка. Можем, кстати, еще и хвостики подтянуть. Вот так вот. Так, здесь мы белым пликовать ничего не будем. Вот здесь у нас надо еще белого немножечко добавить. И вот здесь совсем капельку. И вот здесь. Ну, и можно белые точечки поставить в серединку черненьких. Чтобы, опять же, это все немножечко слегка освежить. Итак, вот такой вот дизайн у нас получился. Вот такие вот кленовые листики на фоне осенних яблок. Не знаю, что там вот это вот падает на заднем фоне, я не знаю. Но очень даже симпатично смотрится. Вот такой вот вариант у нас получился. Опять же, можно поиграть с оттенками. Можно поиграть с фонами. Можно использовать матовый топ. Можно использовать глянцевый топ. Можно глянцевым топом перекрыть сверху листики на матовом топе. У нас будут глянцевые листики по матовому. Можно сделать все, что угодно в миллионы, миллиарды разных вариаций. И вот он, еще один дизайн, как я и говорила, из серии принтов. Да? То есть, вот он вполне себе принтованный дизайн. Замечательнейшим образом смотрится. Очень интересно выглядит. Пожалуйста, два варианта осенних дизайнов у нас с вами готовы. Давай!